Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст о теннисе от ОКО. И сегодня здесь Софья Авакова, меня зовут Роман Комин. Нам есть что обсудить. Закончился мастерс в Шанхае, закончился женский тысячник в Ухане. Но главным событием прошедшей недели стало кое-что другое. Да, всем привет! Ром, привет! Я подозреваю, что ты о новости, связанной с Рафаэлем Надалем. Да, конечно. Ты об этом, наверное. Да, Рафа объявил о том, что это последний сезон в его карьере. Он сыграет Кубок Дэвиса. Мы не понимали, в общем, до этого момента, когда Рафа закончит, потому что он делал разные намеки. Он вроде бы в Мадриде с публикой попрощался. В Париже он сказал, что, может быть, это и не последний его турнир здесь. Но все-таки это был последний его турнир. Какие эмоции ты испытала, когда увидела эту новость? Ну, мы с тобой частично уже начали это обсуждать. Естественно, в тот же самый день, когда появилась эта новость. обменялись с тобой мнениями. И, честно, вот, видимо, потому что мысленно я как-то уже смирилась с этим. У меня... Вот я ждала этого эффекта, ну, вот в день, когда появилась эта новость. На следующий день, там, через день. Но я так понимаю, что мысленно для меня Надаль уже закончил карьеру, поэтому это не стало ни каким-то шоком, ни какой-то прям большой неожиданностью. И поэтому, мне кажется, сейчас не так грустно, как могло бы быть. Я думаю, вот эта грусть, она придет именно во время финальной части Кубка Дэвиса, когда будет наверняка какая-то церемония. Уже, кстати, Новак, да, отреагировал на эту новость и сказал, что он приедет, прилетит, обязательно будет там. Я не сомневаюсь, что и Роджер прилетит. И вот большая тройка воссоединится в таком формате во время финального матча Кубка Дэвиса. Вот сейчас, ну, как-то я пытаюсь эту грусть найти в себе. То есть она есть, я понимаю, но я ее не ощущаю. Наверное, как-то так. И мне кажется, вот это ощущение, оно придет позже, когда, да, ты уже будешь смотреть по телевизору на Дали и понимать, что вот сейчас это уже конец. Вот сейчас он выходит на корт, но я надеюсь, он сможет это сделать. Но вот больше уже на турнирах мы его не увидим. Как-то так. В общем, это такая будет отложенная грусть. Думаю, так. Ну, вот мои ощущения очень похожи на твои. И мне очень хочется, чтобы Рафа на Кубке Дэвиса был хорошо готов. Это будет сложно, потому что, помимо всего, всех проблем, которые есть, мы понимаем, что закрытые корты, хард, это то покрытие, которое... те условия, которые Рафа всегда любил меньше всего. Собственно, единственный большой по-настоящему турнир, который он не выиграл, это итоговый. Ну, не говоря там о паре каких-то мастеров, я именно вот из самых больших. И в этом отношении, наверное, не лучшие условия. Но я думаю, он ориентировался на то, чтобы сыграть дома. Ну, и следующий год, видимо, уже он просто не потянет. Плюс на грунте, в его нынешнем состоянии, это нагрузки, которые организм просто может и не выдержать. Растягивать это еще на полгода. Всю историю, видимо, он не хотел. Он уже наигрался, видимо, вот так. Так, организм не позволяет ему играть на том уровне, на котором он выступал. В эту тему как раз выступил и дядя его, Тони Надаль, который рассказал, что Рафа с 2005 года, вот когда у него первые травмы начались, с ногой, когда вообще Рафа, в принципе, об этом говорил не раз. Некоторые считали, что это он слишком драматично рассказывал, что он чуть не закончил карьеру уже тогда, все это было вполне реально. Вот Тони говорит, что с 2005 года, с того момента, Рафа не мог доводить до конца 90% тренировок. Мы иногда вспоминаем, как много турниров Рафа пропустил из-за травм, турниров большого шлема, в первую очередь. Но вот зная вот все вот эти какие-то подробности, да, всех этих травм, как вообще можно было предположить, что он доиграет до такого возраста? Даже когда мы еще, я помню, мы еще даже не знали обо всех этих травмах, всех этих перипетий, их многих из-за этих травм еще даже не было. Ну, в каком-нибудь там 2008-2009, все были уверены, что Рафа с его стилем, ну, до 30, дай бог, ну, максимум, вот с тем оборонительным его еще тогда теннисом, с той беготней в таком количестве и в таком темпе, никто не мог поверить, что он будет играть до 30 и что он сможет адаптироваться, чтобы сохранить свой уровень. Он доиграл, ну, грубо говоря, почти до 40. Понятно, что последние два года уже он больше лечился, чем играл, но тем не менее эта карьера оказалась еще гораздо более впечатляющей, чем можно было предположить даже, при том, насколько невероятный был старт этой карьеры, но что Рафа так адаптируется, так сможет измениться, это супер. И я говорю, мне очень хочется просто, чтобы вот последний last dance, как это принято называть, получился хорошим, чтобы это не было как-то грустно смотреть, в том плане, что на корте была бы какая-то тень на дале прежнего, чтобы вот хотя бы на один матч его хватило сыграть хорошо. Ну, потому что вот в Австралии, когда он играл в начале этого года, он играл хорошо, он там рано проиграл, но он играл хорошо. Если вот он сыграет так, вот мне для себя будет все отлично, я, так сказать, мирно отпущу Рафу на пенсию его заслуженную и буду за него рад. Вот главное, хочется, чтобы вот это прощание получилось достойным такого великого чемпиона. Да, я с тобой согласна абсолютно. И, конечно, я думаю, и пока Надаль выступал, играл в туре, многие задавались вопросом и пытались понять, в чем феномен. Как раз-таки один из пунктов, да, это один из главных вопросов, как ему удалось вот так долго выступать на таком высоком уровне при всех сопутствующих вот этих историях и огромном количестве травм. Возможно, когда-нибудь он откроет какой-то секрет, который всех поразит. Не знаю, мне в моменте кажется, что здесь два таких простых слагаемых. Первое — это его работоспособность, как бы банально это ни звучало, но вот его способность вытаскивать максимум из своего организма каждый день, каждый час, да, то есть когда он в работе, он в работе. Может быть, это звучит банально, я понимаю, но мне кажется, это первый пункт. И второй пункт — это любовь к тому, что он делает, любовь к самому процессу. Наверное, базовое — это все-таки любовь к теннису, к этой игре, к этому виду спорта, не именно к победам. Это тоже, безусловно, важное слагаемое, но мне кажется, когда мы говорим о столь успешных и столь длительных карьерах, это прежде всего любовь, вот бить по мячу, слышать эти звуки, чувствовать вот это. Мне кажется, вот эти два важных момента. Но опять-таки вполне вероятно, когда-нибудь мы узнаем и какие-то другие пункты. Энди Родик, конечно же, отреагировал уже на эту новость в своем подкасте. И мне очень понравился один из тысяч комментариев, которые оставляли люди. И человек написал, что моя хорошая приятельница, она играет в теннис для себя. То есть она на любительском уровне играет. И вот как-то она приехала в Академию Надали, провела неделю или сколько-то, просто тренировалась. То есть есть такая опция, конечно же, не только у профессионалов, но и у любителей. И она была поражена, что когда она тренировалась, она любительница, а Надаль должен был пройти на свой корт, и мимо ее корта, то есть он не просто бесцеремонно прошел по ее корту, а остановился, подождал, спросил, не побеспокоит ли он их. И только потом прошел, и это ее очень впечатлило. И мне кажется, вот таких историй она дали очень и очень много. Вот именно каких-то человеческих. Потому что там большой чемпион, это все понятно, все понятно. Но вот в жизни он вот такой, наверное, удивительный. При всех его регалиях, при всех его заслугах. Классно, что он такой был и что он такой есть. И очень, на самом деле, хотелось бы, чтобы как-то он в теннисе остался. Понятно, что он будет продвигать дальше свою академию. Я думаю, что... Не знаю, будет ли он сразу пытаться работать тренером, но я думаю, что в рамках своей академии он точно какую-то деятельность продолжит. Я думаю, Рафа будет довольно публичен. Хотя мы знаем, что он в целом человек скромный и довольно закрытый. Но мы его увидим на матчах мадридского Реала. Да. Наверняка. Плюс мне, может быть, в моменте еще как-то успокоительно было то, что как раз параллельно шел Шанхай, и там Роджер сидел. Я подумал, что Рафа, если бы он уже закончил, я думаю, что Рафа тоже бы там сидел. И в Мадриде, я думаю, на трибунах мы его увидим. И в Барселоне на трибунах вполне вероятно мы его увидим. Ну, испанский турнир 99,9%. Да, может быть, было бы здорово, если бы вдруг Рафа стал тренером у кого-то. Просто я помню, например, первое поколение игроков, которые вот в моей жизни, когда они заканчивали карьеру, они как-то пропадали. Но вот тот же Сампрос, вот он закончил. Ну, Сампрос-то он совсем закрытый человек. Но его вообще невозможно нигде, мне кажется, увидеть. Да, это правда. Может быть, я что-то упускаю, но я реально, мне кажется, я его раз пять видел в публичных каких-то вот мероприятиях с тех пор, как он закончил. Я немножко утрирую, конечно, но в целом. Ну, даже тот же Агасий не так часто. То есть он периодически, конечно, в инфополе фигурирует. То здесь, то там. Когда-то там он Димитрову помогал, как-то он связан с Себастьем Кордой. Но все равно, где-то он в пиклбол сыграл, еще что-то. Но довольно редко. Но по сравнению с Сампросом, конечно, Агасия очень часто мелькает в инфополе, скажем так. Ну вот Роджер, вроде бы Роджер ушел, но вроде бы Роджер остался. Он все равно то тут, то там, он появляется все время. Все время где-то рядом. Наверное, Рафа так часто не будет появляться. Но надеюсь, что мы его будем видеть много все-таки. Без Рафа будет грустно. Ну и затерялась на этом фоне новость о том, что объявил об окончании карьеры скором. И друг Рафа, Ришар Гаске, с которым они вместе росли, друг с другом много играли. И на юниорском уровне, и на взрослом. На взрослом уровне Ришар Рафу так и не обыграл. И вот на этой же неделе Гаске объявил, что он закончит карьеру. Он закончит все-таки на Ролангарос. А представляешь, они бы оба заканчивали на Ролангарос и друг на друга бы еще попали. Вот это был бы матч. Ну, кстати, давай еще скажем о том, что Надаль совсем скоро, буквально на днях мы увидим в Эрриаде на турнире Six Kings Slam. И там, я напомню, помимо Надали еще играет Джокович, Медведев, Синер, Руны и Алькарас. И Джокович и Надаль уже как бы в полуфинале. А все остальные поборются за право с ними сыграть. То есть здесь у организаторов вполне такая понятная позиция, что главные звезды этой истории это Джокович и Надаль. Джокович сыграет в полуфинале либо с Медведевым, либо с Синером, а Надаль сыграет либо с Алькарасом, либо с Хольгером Руны, которого, конечно, сейчас особенно странно видеть в этой шестерке. Уж как-то совсем он на титул короля не тянет, но тут уж как есть. В общем, Надаль увидим совсем скоро в Эрриаде. Ну что, давай от новостей таких околотеннисных, околокорта точнее, которые происходят, к тому, что было на кортах, потому что было много. Ну и главное, конечно, мастерс Шанхая. Главный итог этого мастерса, о котором сразу хочется сказать, это то, что Яник Синер гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам года. Гарантировал себе его довольно рано. Это произошло уже после четвертьфинала в Шанхае, после того, как Карлос Алькарас проиграл Томашу Махачу. Но Яник, в общем, мотивация его была немножко иной в моменте. Он прошел весь путь до конца. Он выиграл титул, он выиграл в финале у Новака. И давай вот с матча против Новака начнем. Финал. Я вот даже, кстати, не знаю, я думал об этом. Финал получился, можно сказать, или нет. 7-6-6-3 же, да, итог. И, наверное, самый обсуждаемый итог этого матча в том, что второй раз за год этот они сыграли. И за два этих матча, за четыре сета, Новак не заработал ни одного брейкпоинта против Яника Синера. Слушай, но с другой стороны, у Синера у самого было два брейкпоинта, один из которых он реализовал. Тут тоже не какие-то бешеные цифры. Я бы сказала, что финал скорее получился. Первый сет точно. И, собственно, до тайбрейка-то они шли, на самом деле, очень ровно. И как это часто и бывает перед началом тайбрейка, но очень сложно что-то спрогнозировать. Потому что особенно, когда за спиной 12 таких действительно ровных по игре гейма, ты не очень понимаешь, кто все-таки окажется сильнее на тайбрейке. Но я бы, знаешь, здесь что отметила? Я бы отметила выходы к сетке. Как ни странный подкаст, по какому-то совпадению просто подкаст у нас так называется. Поэтому, наверное, вполне логично развитие этой мысли. Любопытно, что Новак на тайбрейке, если я не ошибаюсь, как раз-таки впервые пошел к сетке с подачи. И там был момент... А, ну, собственно, это самый первый розыгрыш. Самый первый розыгрыш. Он пошел к сетке с подачи, видимо, желая как-то удивить Синера. Но, опять-таки, был бы на его месте кто-то другой. Может быть, он бы удивился, но это все-таки Яник Синер, и удивить его сложно. И Джокович проигрывает сразу же. Вот... Этот розыгрыш на своей подаче при выходе к сетке. И потом был еще один момент, где на своей подаче Джокович выходит вперед и ошибается. И мне кажется, вот эти два момента сыграли такую очень важную роль. Ну, в общем-то, ключевую, я бы сказала, что уж там роль на тайбрейке, где буквально каждая неточность и каждая оплошность играет колоссальную роль. И потом уже во втором сете, при счете 2-1, собственно, в гейме, в котором Синер сделал брейк, там тоже было два выхода вперед Джоковича неудачных. Собственно, Синер смог сделать брейк, взял подачу соперника. Вот я бы сделала акцент именно на выходах вперед. И если на цифры посмотреть, то в итоге, да, в матче у Синера 9 из 9 реализации выходов к сетке, у Джоковича 6 из 12. И как раз вот о нескольких из этих шести неудачных выходах, я вот сейчас сказала, мне кажется, они сыграли такую решающую роль. Понятно, что в плане ног Джоковичу становится все тяжелее и тяжелее, но это, наверное, неудивительно. Одно дело, когда все-таки Тейлор Фритц на той стороне не такой быстрый, не такой скоростной и не такой... Темповый. Темповый, да, я тоже, блин, слово подумал. Да, то есть там может быть 1, 2, 3 розыгрыша интенсивных, потом все-таки как-то чуть легче. Синер не дает возможности вообще взять воздуха в легкие. И понятно, что в матчах с Синером вот то, что Джокович уже не такой быстрый в ногах, это становится все более-более очевидным. Но опять-таки первый сет, весь первый сет, они шли вровень. Вот, наверное, во втором сете вот это стало больше сказываться, что Новак чуть не успевает, подсаживается. Где-то вот у него же часто в последнее время бывает, где он как будто теряет баланс, да, вот именно как-то в каких-то странных позах оказывается, что совершенно не характерно именно для Новака, который умеет владеть частями своего тела, скажем, как никто другой. Но у него вот это бывает. И это как раз-таки было во втором сете. То есть во втором сете было уже тяжелее. Ну и, собственно, опять-таки вот он этот брейк. Но любопытно, что по розыгрышам, если брать общие розыгрыши, 65-60. То есть всего на пять розыгрышей Синер взял больше. Но в теннис такой немножко удивительный вид спорта, да. Ты можешь в течение сета выиграть больше мячей, но при этом сет проиграть. Так бывает. Но это к вопросу о том, что, ну, это все-таки не какая-то бездна, да, которая их отделяет. Но вот те несколько мячей, как раз-таки выходы вперед в том числе, которые сыграли важную роль в ключевые моменты. Я бы про Новака отметил такую деталь в продолжение вот его дисбаланса. И может быть того, что все-таки Новак стареет, реакция ухудшается. Физически он тоже не становится лучше, не становится резче. Новак — это величайший принимающий в истории. Вот в этом сезоне это четвертый матч, в котором у него не было брейкпоинтов. Четвертый. Два против Синера, плюс против Табило в Риме и против Деминора на Юнайтед Кап. До этого сезона у него таких матчей не было с 2017 года ни одного. А тут четыре за год. Всего за карьеру у него таких 13. Четыре за год, по-моему, не было никогда. Понятное дело, что тут может быть, каждая история каждый раз разная. Разное состояние. С Табило мы помним эту историю, когда ему в предыдущем матче, там, он уходил в трибунку, ему на голову бутылку уронили, он себя плохо чувствовал. Все надо это учитывать. С Синером два раза он попал, ну, объективно, с лучшим игроком мира на данный момент. Но все равно это какие-то звоночки, которые показывают то, что Новак потихонечку все-таки уже... Это не тот Новак, который был лучшим в мире на протяжении месяцев, постоянно он был готов лучше всех. Сейчас он может быть лучшим на каком-то отрезке. Олимпиада это показала. Он сумасшедший матч провел с Алькарасом. По-прежнему, думаю, это лучший матч сезона в мужском теннисе. И Новак показал вот там, что он может быть. С другой стороны, Алькарас, Синер — это, конечно, разные игроки. Алькарас может где-то что-то отдать. Нынешний Синер — такое ощущение, что нигде тебе не подарят ничего. И вот это второй момент, на который я хотел обратить внимание. И мне, в принципе, давно Яник напоминал вот своим ментальным состоянием Пита Сампраса как раз, который абсолютно трезвомыслящий, который включает лучшую игру в самый сложный момент. Самый сложный момент этого матча для Яника Синера. Первый сет — 4-5, 0-30 на подаче Синера. Кстати, да, было, было. Это тот момент, где задрожит любой. Что делает Синер? Три подачи из четырех Новак просто не принял. Четвертый эпизод Новак принял, принял нормально. И Синер сразу же его забил и закончил следующим ударом розыгрыш. Все. У лучшего принимающего в истории не было никаких практически шансов. При 0-30 там была такая резаная косая подача, к которой, может быть, Новак в лучшем своем состоянии мог бы эту подачу принять лучше, чем он сделал это в этом случае. Но в целом это претензий к Новаку точно не может быть. В первую очередь здесь я бы обратил внимание на то, как отыграл в этот момент Яник Синер абсолютно с холодной головой, как будто сет не висит на волоске. Мне кажется, у него ключевые моменты. Холодная голова становится еще более холодной. То есть еще какой-то допохлаждающий эффект. Кстати, что касается подачи, вот была статистика перед финальным матчем, в которой сравнивались определенные параметры Синера и Джоковича с тем, как они действовали на протяжении Шанхая, где сравнивалось то, как они действовали на протяжении Шанхая, и с тем, как они действовали на протяжении 52 недели. Вот что касается подачи. У Синера очень хорошо летела подача именно во время Шанхая. То есть средний показатель по сезону 8,1. Ну, соответственно, десятка – это вершина. 8,1 – средний показатель по сезону, а в Шанхае у него 8,7. И среднее количество эйсов – 10 за матч, при том, что в среднем за сезон 7,3. Ну, вот тоже, наверное, фактор, который определенную роль сыграл. Да, и, кстати говоря же, у него довольно не самые высокие были показатели первой подачи в матче с Новаком. У него было там что-то около 60, это, по-моему, худший его результат за весь турнир. И при этом вот как раз момент, где 0,30 – это четыре первых подачи после. Вот, то есть вот нужно – пожалуйста. Еще я видел удивительную статистику Яника по ходу турнира. Он с Новаком… Средняя скорость Форханда у него была максимальной за весь турнир в сравнении со всеми матчами – 79 миль в час. И при этом вращение максимальное – больше 3000 оборотов в секунду. Это очень впечатляющие цифры. Ну, то есть за счет этого вращения скорость потом при отскоке увеличивается. Ну, то есть темп был сумасшедший. В принципе, это было видно и так. Когда смотришь матч, было видно, что вот были розыгрыши, в которых темп был сумасшедший. И вот этим, в том числе, мне кажется, Яник измучил. Новака, который, как ты отметила, во втором сете стал проседать. В принципе, я бы стал двигаться уже еще дальше назад по сетке. Многие ждали полуфинала Синера и Алькараса, поскольку… О, да. Его всегда ждут. Ну, да, Зверев второй сейный тут был, поэтому они попали в одну половину сетки. Но вот тоже та разница, которая есть между Алькарасом и Синером, мне кажется, во многом раскрылась через матч с Томашем Махачем. Махач – игрок прекрасный, ярчайший, который в своем топовом состоянии способен уничтожить кого угодно, как будто бы. Согласна. Но вот мне кажется, как раз через это, через матчи с Махачем, была видна разница между Синером и Алькарасом, потому что с Алькарасом блестяще сыграл Махач, сыграл здорово, феноменально атаковал, Карлитес там где-то с ошибками помог, но вот в этом и есть весь Карлитес. Его теннис, он удивителен, он делает удары, на которые не способен больше никто, он выдает розыгрыши, на которые не способен больше никто. Но он недостаточно рационален, он эмоционален, это красивый теннис, это теннис вот от души такой. А Синер – это калькулятор, калькулятор высочайшего уровня. И вот с Синером вот это все, то, что Махач делает, Яник его держал в игре, Яник ему просто так не отдал ничего. И это не была простая победа для Синера, 6-4-7-5, и счет об этом говорит. А у Алькараса Махач выиграл 7-6-7-5. Разница вот в какие-то несколько геймов туда-сюда. Но вот именно вот в этом эта разница, мне кажется, и была. Да, и я бы еще, знаешь, про Махача пару слов сказала. Я помню, когда это было, ты еще обратила мое внимание на Махача, потому что начало года было. После Австралии, когда Махач проиграл Карену Хачанову на Австралии. Но при этом он играл лучше Карена в том матче. Я вот все присматриваюсь к нему, и как раз, когда он с Алькарасом играл, я поймала себя на мысли, что он прям очень и очень хорош. И сейчас он 25-й, он в топ-30 попал впервые. Мне кажется, он будет в 20-ке по итогам сезона. По крайней мере, это кажется очень логичным. И как раз, когда они с Алькарасом играли, поймался на мысли, что он мне даже чем-то напоминает Алькараса именно своим таким бесстрашием. Он не боится. Вот он прям не боится. Хочу укоротить — укорачиваю. Хочу пробить на вылет из какой-то неочевидной ситуации — пробиваю. И даже если не получится, в следующий раз, если я захочу, посчитаю нужным так сделать, я буду это делать. То есть в этом он, мне кажется, чем-то похож на Алькараса. И да, мне бы прям хотелось, чтобы он оказался в 20-ке. Это будет абсолютно заслуженно, логично, правильно. Не знаю. Короче, Махач молодец. Да, и в этом, вот к тому, о чем ты говорила, в этом матче был гейм, где он, по-моему, 40-0 вел или 0-40 на подачу Корлицы, я уже забыл. Но он два раза ошибается. И тем не менее, третий раз он опять продолжает лупить. Он опять продолжает атаковать. И ты напомнила про Australian Open, после которого мы о нем говорили. Я вспомнил, он же там самый, честно говоря, безумный гейм на приеме, который я видел в жизни практически. Он играл, он же Тиафа прошел сначала. Он у Тиафа взял подачу, по-моему, со счета 40-0 даже он это сделал. Он четыре приема на вылет. Причем, по-моему, два из них, это была первая подача Тиафу, а не вторая. Я вообще в шоке был, когда я это увидел. Я понял, что это парень, на которого надо обратить внимание. Он нестабилен, да. Он иногда может приехать на какой-то турнир и проиграть теннисисту, который ниже его в рейтинге и так далее. Как Карбалье Субаэне условному. Легко вообще пока что это. Но пиковый уровень Махача — это десятка. Другое дело, на каком уровне он будет играть из недели в неделю. Когда вот он играет топ, ну, мы увидели, он может обыгрывать только раз. Вот его уровень пиковый. Да, и это не случайность. То есть он способен на это, потому что у него есть игра, у него, прежде всего, есть способность выдерживать вот эту скорость. Он, собственно, и выдерживать ее может, и создавать ее может. То есть просто, на самом деле, не так много игроков, которые, ну, скажем так, комфортно себя чувствуют на такой скорости, на таком темпе, который предлагает Карлос Алькарас. Для него, ну, это прямо по игре видно, ему нормально. Ему нормально. Да, он может ошибаться. Там не то, что ему нормально. Это там не он соответствовал скоростям Алькараса. Это Алькарасу приходилось соответствовать скоростям Махача. Да, то есть он держит эту скорость, может еще взвинтить темп, то есть способен придавать вот такое ускорение мячам. И это немногие, как мне кажется, немногие могут это делать. Да, но как не раз уже мудро замечал Данил Медведев, когда я его там про Юбангса спрашиваю, он говорит, да, говорит, вот это сейчас уровень, да, вот там топ. Двадцатка, десятка, говорит. Ну, давайте посмотрим 53 недельки хотя бы, а лучше несколько лет. Вот если человек из недели в неделю так сможет играть, тогда и поговорим. Сейчас 25 место, да, по уровню игры в Шанхае, это игрок топ-5, наверное, даже. Но по уровню игры по всему сезону, это человек, к которому надо присмотреться, который точно сделает нашу жизнь интереснее. Да. О чем еще скажем? Данил Медведев играл здесь, когда Махч обыгрывал Алькараса, Данил играл с Синером на этой стадии, стадии четфиналов. Данил проиграл Янику, ну, в общем, без шансов, по большому счету. 6-1, 6-4. И это одно из самых грустных поражений Медведева от Синера, которое я видел. Первый сет совсем уж мрачно выглядел. Данила беспокоило плечо, которое, казалось бы, он залечил. Подача опять не шла. Игры, борьбы, по сути, как-то не было. И даже второй сет, в котором более-менее борьба была, все равно. Вот ощущения этой борьбы не было. Синер выиграл на классе. Это, мне кажется, страшный приговор практически для Медведева, который еще год назад, ну, год и месяц назад, скажем так. Да, как все быстро меняется. Синер был его клиентом. Сейчас Данил просто не знает, что ему делать с Яником. Опять же, проблема с плечом. Надеюсь, что Данил к Новому году хотя бы ее залечит. И мы его увидим на лучшем уровне. Впрочем, даже сейчас, когда мы так вроде бы грустно, что вот все такое Медведеве плохо. Ну, слушайте, человек в пятерке. В финале мастерство, он все равно есть. Уровень хороший. Перед этим обыграл Циципаса. Все так ждали этого матча. А Циципас сказал, что все, вражды уже никакой нет. Я к Данилу с уважением отношусь. Люблю его. Он такой уникальный. Ну, что такое? Ты расстроился? Ну, где вражда? Где вот это вот все на корте? Где экшен, ругань? Нет, это все прекрасно. Но, слушай, пройдет неделя. А может, меньше. А может, больше. И все повернется на 360 градусов. Тут я бы не стала делать каких-то далеко идущих выводов. Это, знаешь, как вулкан. Он может спать, поспать, проснуться, поспать, проснуться. Поэтому я вот еще раз напомню, что совсем скоро Медведев и Синер сыграют вновь. Как раз-таки в рамках Six Kings Slam. И, наверное, сейчас, когда твое тело не на 100% готово, очень сложно рассчитывать на что-то в матчах с Яником Синером. Просто он не дает ни малейшей вот этой возможности, ни малейшей какой-то слабины. Да, мы помним недавний финал Синера и Алькараса, где на тайбрейке решающей партии Алькарас смог вырвать победу. Но вот так, чтобы прям Синеру что-то сам подарил, хоть немножечко, хоть чуть-чуть бы сам бы помог. Такого я не припомню. А учитывая, действительно, что с плечом все-таки, видимо, не на 100% все в порядке у Дани. Мы действительно будем надеяться, рассчитывать на то, что к следующему сезону Даня подойдет уже в такой, в оптимальной именно физической форме, что по минимуму будет что-то беспокоить. Но, опять-таки, вот этот матч в рамках выставочного турнира, может быть, получится как-то использовать для того, чтобы, не знаю, что-то еще нащупать. Зацепки какие-то найти. Если еще есть что-то, что не удалось нащупать, они только там в этом сезоне сколько раз встречались. Но, может быть, все равно в каждом новом матче, да, мы же говорим о каких-то таких совсем прям тонких настройках. Это же не то, что, о, я понял, ему же надо под право играть. То есть, ну, понятно, что на таком уровне это немножко все, скажем так, сложнее. В общем, хотелось бы, чтобы этот матч, эта возможность сыграть в таком формате помогла как-то Даниилу что-то такое нащупать. Если это вообще возможно. Если это вообще возможно. Пару слов о нижней части сетки. Там Роман Софьюлин дошел до 1,8, проиграл Новаку. Новак на пути к финалу после Романа обыграл еще Якуба Меншика. Молодой чех опять очень прилично выглядит. Здесь выиграл у Рублева, выиграл у Димитрова. И Новак затащил в третий сет. И Тейлора Фрица обыграл Новак в полуфинале. Ну, в общем-то, на классе. Ну, и большой неожиданностью было, конечно, поражение второго Сейнова Александра Зверева. Но он тяжеловато начинал. С Грикспором у него был тяжелейший матч. А дальше он по забытому уже Давиду Гафену проиграл. Который когда-то играл на итоговом турнире. Но это было просто в прошлой жизни какой-то. А может быть, даже несколько жизней назад. Да, сейчас Гафен в четвертьфинале Мастерса. Это совершенно что-то удивительное. Но, тем не менее, вот он, Давид Гафен. Дошел до восьмерки лучших. И последнее замечание, наверное, по Шанхаю. Которое я забыл совсем, когда мы обсуждали финал. Новак претендовал же на свой сотый титул в карьере. И этот сотый титул пока не случился. Ну, я думаю, сомнений в том, что 100 он выиграет, нет. Вопрос в том, где это случится. Но мне было бы, знаешь, интересно. Новак никогда не стеснялся говорить, какие рекорды он ставит своей целью. Где он хочет обогнать Федерера там по неделям на первом месте по количеству шлемов Федерера и надали. Он всегда это говорил слух, в отличие от того же Рафа, который говорил, что для него рекорды это не главное. Я хочу, чтобы Новак поставил себе целью выиграть больше, чем Коннорс. Вот это гонка, за которой я хочу посмотреть. Ну, может быть, но не знаю. Для меня все-таки ключевой момент это шлемы. Нет, понятное дело. А это уже, ну ладно, это уже, мне кажется, можно махнуть рукой. Не знаю, в моей голове так. Ну, будет больше. Вернее, не будет, будет бороться. И в этом пункте тоже окей. Но, по-моему, вот если ему удастся шлем еще один выиграть, причем, наверное, все-таки сомнений много. Но, короче, ты за количество титулов. Ну, по шлемам он уже все, первый. Эта гонка закончена, я к этому. А вот эта гонка, в которой и Новак... Но там он может стать вообще одним, прям совсем одним. Еще, ну, ты еще выше можешь стать. Может, может. Пока сотку выбили Роджер, у которого 103 титула, и Коннорс, у которого 109. Ну, то есть 10 титулов отделяет Джокович от Коннорса. В принципе, в нынешнем состоянии Джокович это много, конечно. Да, определенно. Ну, и опять-таки, мы же понимаем, что он не будет приезжать, не будет ставить это в приоритет и ездить на турниры 250. Ну, как-то странно, наверное. А 10 мастерсов, ну... Не, ну, какие-то 250 он все равно играет в плане подготовки, там к чему-то такое случается. Ну, в общем, будем смотреть. Мне было бы интересно за этой еще гонкой посмотреть, если она начнется. Потому что, ну, сложно было еще недавно представить, что кто-то хоть приблизится вообще к Коннорсу. Ну, вот Федорер был недалеко. В шести титулах Роджер остановился. Вот сейчас в десяти титулах Новак. Рафа, если что, на пятом месте. Ну, и очевидно теперь уже, что он на пятом месте останется. Он отдаля 92 выигранных турнира. Его еще помимо этой тройки обходит Иван Лендал, у которого 94 выигранных турнира за карьеру. Ну что, давай к женскому турниру. Он все-таки... Женская неделя была не настолько насыщенной, хотя события тоже были. Арина Соболенко вновь великолепна в Китае. Арина выиграла турнир в Ухане, свой любимый. Арина обошла в гонке Игушвенток. И теперь, по сути, вот по ходу этого сезона, именно она первая ракетка мира. Играть все меньше и меньше. В этой гонке сейчас она опережает Швенток на 700... На 800 очков. Это достаточно большой разрыв. При этом Швенток, мы понимаем, сейчас вообще в стадии поиска находится. Она без тренера. Она ищет нового специалиста после расставания с Векторовски. И, ну, я думаю, что для Швенток сейчас... Первое место это не самая главная задача на конец сезона. Главная задача найти нового тренера и понять, как готовиться с этим тренером к новому сезону. Какие цели ставить, что в игре менять или не менять. Вот это все. Сейчас такой перестроечный месяц у Иги. Ну и это время, когда Арина явно более заинтересована и явно лучше готова к тому, чтобы за эту первую строчку побороться. Ну и вообще, если посмотреть на верхушку, скажем так, женского рейтинга, кажется, что именно сейчас Арина Соболенко вот наиболее такое стабильное, именно стабильное звено. Да, что происходит с Леной Рыбакиной, сложно сказать. Очень тяжелый для нее период. Про Швентек ты уже сказал тоже не очень понятно, что будет дальше именно, что мы увидим до конца этого сезона. Мне, например, интересно, найдет ли она тренера до конца этого сезона или уже, я не знаю, этот сезон доиграет так, с той командой, которая у нее есть, и будет готовиться к новому сезону с каким-то уже новым человеком. То есть к Швентек тоже есть вопросы. Гауф как будто бы в порядке. Гауф, кстати, успел очень быстро, как мне кажется, решить какие-то вопросы. Был US Open, ну, как бы не сказать, что неудачный, но все-таки много вопросов было к ней по ее игре на US Open, и это поражение от Навара, и вот эти разговоры, что ей надо менять тренера, и она решилась, в общем-то, расстаться с суперзвездным тренером. Рассталась с Гилбертом и уже нашла нового тренера. То есть как-то быстро у нее этот процесс прошел, и как будто бы с ней все в порядке, но тоже она не кажется вот настолько стабильной, именно стабильной, как Соболенко. Ну, плюс у нее никуда не ушли те технические проблемы, про которые мы говорим почти каждую неделю. Да, то есть они могут куда-то как будто бы немножко в тень уходить, потом опять они, хоп, с другой матча, и эти проблемы подсвечиваются. И мы такие, а, так, ну, они все есть, эти проблемы. Ну да, но там проблемы тоже как бы. Одно дело, если у тебя там резанный удар не очень хороший, а другое дело, когда у тебя нет второй подачи и Форханда. Да, это согласна, две большие разницы, безусловно. Потом та же Эмма Навара, о которой мы говорили на протяжении всего сезона, как классно и здорово она играет, и успехи на шлемах. Вот она уже в десятке, и вполне вероятно, что на итоговом мы ее увидим, но последние недели неудачные для нее. То есть мне кажется, Соболенко действительно сейчас вот надежный такой, максимально надежный игрок в женском туре на фоне того, что у кого-то какие-то свои проблемы, сложности, где-то что-то не получилось, где-то с тренером там кто-то расстался. У Арины как будто бы все хорошо, надежно, есть команда, и визуально кажется, что все у них хорошо именно внутри команды. И мы видим на корте, собственно, Арину, которая получает по-прежнему удовольствие от игры, получает удовольствие от тенниса. И, в общем-то, вот результат. Да, знаешь, я поймал себя на ощущение, что в целом вот по каким-то вот именно субъективным моим ощущениям, для меня даже удивительно, что Арина только сейчас обошла Игу в чемпионской гонке. Потому что от Арины в целом ощущение, что она весь сезон в полном порядке. А Ига все время тут проблемы, тут не пошло, тут не ошибалась. Арина тоже же была часть сложная. Да, была травма, она пропустила большой отрезок, пропустила имблдон. Но вот в целом, по большей части сезона, вспоминая и наше обсуждение, с Ариной все в порядке. У этой то, у этой сё, а у Арины все хорошо. Ну, последние недели, как бы, знаешь... И начало сезона вспомнили. И, кстати, любопытно, что они с Синером, да, так идут четенько прям выигрывают. Все турниры одни и те же. Турниры, это, мне кажется, очень забавно. Ну, и вот сейчас, собственно, играли они финалы Синер раньше. Правильно, да, Синер раньше закончил свой финал. Ну, они почти параллельно играли, да. Почти параллельно играли, но у Арины там дело дошло в итоге до третьего сета с Циньвинь. Ну, и все-таки она дожала. И, в общем-то, эта линия, которая идет на протяжении всего сезона, она пока, в общем-то, так продолжается. Забавно. Арина всегда была бойцом. Я хотел о чем поговорить еще, о том, как на этом турнире ее путь складывается. Всегда была бойцом. Но все-таки, когда у нее игра не шла, иногда Арина уходила в себя, в какие-то расстройства, начинала психовать, и это все заканчивалось очень плохо. Этот турнир выигран был, в общем, не то чтобы чисто, она вот от начала до конца всех вынесла. 1-6 в первом сете с Путинцевой. 1-6 в первом сете с Гауф. Прежняя Арина, мне кажется, себе бы в голову залезла бы так, после такого сета, что не выбралась бы оттуда до конца игры. Здесь все спокойненько вырулило, не скажу легко, но в целом спокойно эти матчи были выиграны. У Путинцевой вообще 6-0 в третьем. У Гауф 6-4, 6-4. Но это, извините, Теннисиск топ-5 при всех ее проблемах. И с Циньвэнь тоже был очень тяжелый матч. Матч гораздо более ровный, гораздо более плотный, в котором и во втором сете были обоюдные шансы. В итоге Арина его проиграла. Это, в принципе, удар тоже психологический. И ничего. Третий сет, она выходит и сразу начинает раскладывать по углам все. И Циньвэнь разводит руками, не знает, что делать. Начинает ругаться на линейных, докладывать главному суде, что линейные, и там на нее не так посмотрели, помешали ей якобы ударить, и все вот это. Просто в момент щелчком пальцев она опять разворачивает игру, которая, казалось бы, у нее из рук уплывает. Вот эта уверенность у Соболенко, мне кажется, за этот сезон появилась еще больше. Проявилась, да? Да. Больше проявлений. Что она на своем месте. Она не просто вот первая, вот я залезла, вот получилось. Она уже воспринимает это сейчас как свое место. Пусть она сейчас в рейтинге WT еще пока вторая, но в связи в гонке она первая. Я, честно говоря, удивлюсь, если она не закончит этот сезон первой. В данный момент это кажется нереальным практически, потому что она в отличной форме. И, в общем, Иго, Иго непонятно в каком состоянии. И это не лучшие корты для Иги, то, что осталось играть. И это будет сложно для нее. История как-то это развернуть. И недель-то не так много остается. Ну да, там еще сколько? Месяц. Через месяц закончится итоговый. Меньше даже. Ну то есть там турниров-то всего ничего осталось. Единицы. Иго мы не видели уже много времени. В каком она состоянии непонятно. Будет ли она вообще играть? Мне очень интересно. Вот это, наверное, сейчас для меня в женском туре самый любопытный вопрос. Потому что она пропустила, я напомню, не только Ухань, но и Пекин. То есть два тысячника, два таких крупных турнира. Но, опять-таки, видимо, она понимает, что сейчас лучше взять паузу, лучше поберечь себя. И поэтому она идет вот на такие жертвы. Мне действительно очень любопытно, что будет дальше. А может, она вообще скажет, что тоже досрочно завершая сезон. Потому что, ну вот, там, не знаю, по личным причинам или тут можно фантазировать на самом деле. По причине и дальше подставить нужное. Да. В финале, как мы уже отметили, Циньвэнь Джэнь была против Арины. 6-3, 5-7, 6-3 вегала Арина. А другой полуфинал, вот, собственно, из которого Циньвэнь вышла, был вообще чисто китайским. Редкая история на тысячнике. С Ван Синью играла Циньвэнь. Выиграла 6-3, 6-4. На месте Ван могла бы быть Екатерина Александрова, у которой были все шансы победить. Но в итоге она проиграла 6-4, 5-7, 6-7, 6-8 на тайбрейке решающего сета. Обидное, безусловно, поражение для Александровой. Также на этом турнире Мира Андреева играла с Эрикой во втором круге. Эрика выиграла, но потом уступила Джасмин Паулини. Касаткина в 1-8 проиграла Магде Линет. О чем еще рассказать мы хотели бы по поводу прошедшей недели. Парный турнир. Ирина Хромачева и Анна Данилина выиграли в Ухане. Обыграли Пигулу и Мухаммад. Большой титул для них. Российско-казахская пара. Ну и в принципе из новостей женского тенниса это практически все. Но можно еще отметить то, что к вопросу, кстати, досрочных окончаний сезонов. Мария Саккари досрочно закончила сезон. У нее травма плеча. А Горбинь ему Гуруса вышла замуж. Вот в принципе главные новости, наверное, из WTA-тура. На этом можно и закруглить. Еще несколько новостей про теннис мужской. Ну, новостей... А, нет, про женский. Вот еще что я хотел сказать-то. Алина Корнеева уже несколько недель как выиграла турнир в португальском Кальдаш-де-Раинь. Она много месяцев пропустила из-за повреждения, из-за операции. В сентябре выиграла 100-тысячник в Португалии. И вот на днях была ITF признана теннисисткой World Tennis Player of the Month. Теннисистка месяца по версии ITF. Ну, именно на турнирах ITF, которые уровнем ниже, чем WTA. Хорошая победа для Алины. После такого долгого отсутствия важно выиграть. Но тем более 100-тысячник. Это достаточно крупный турнир с довольно хорошим составом. Да, еще буквально пару слов хотела бы добавить про Хромачеву и Данилину. Дело в том, что после таких успешных выступлений у девочек есть шанс отобраться на итоговый турнир. И сейчас они будут играть турнир в Нинбо. И если они выигрывают турнир категории WTA 500, то они могут запрыгнуть в эту итоговую финальную восьмерку. Сейчас они близки, но все-таки от этого турнира многое будет зависеть. Ну, либо они попадут напрямую, либо они станут запасными. Поэтому очень, конечно, хочется пожелать удачи девочкам. Это будет хорошая история, мне кажется. Так что будем следить и за парным турниром обязательно на этой неделе. Вот. Немножко, буквально пару слов еще напоследок о новостях из тура мужского. Фернли, о котором мы много говорили, Джейкоб Фернли, британец, который разрывает челленджеры. На этой неделе можно его увидеть и на уровне ATP. Он торжественно прошел квалификацию турнира ATP в Стокгольме. И будет играть с Карентеном Муте. Зрелище обеспечено. Сетки рассматривать не будем. Затем еще, что я хотел сказать, Бернард Томич, помните, такого объявился вновь. Впервые с 2018 года вышел в финал хоть чего-нибудь. В 2018 у него был и последний финал уровня ATP, и последний финал уровня Челленджер. Вот он вышел вновь в финал Челленджера. Выиграть его не выиграл, но отличился и там. Самый быстрый финал в истории Челленджера. Он сыграл накануне, проиграл за 39 минут, молодому Лернеру Тьену из США 0-6-1-6. Ну и напоследок заметим, что Томичу принадлежит и рекорд. Самое быстрое поражение в истории ATP Tour за 28 минут. Он как-то проиграл матч. Полноценный матч? Да. Томичу все по плечу. Недаром говорили, очень талантливый парень. Какой же талантливый, да. Да, ну вот такие новости за прошедшую неделю. Мне кажется, мы затронули практически все, что хотели. Софья Авакова и Роман Комин вместе с вами провели эти несколько десятков минут. Встретимся через неделю. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok